В субботу исполнилось 75 лет с начала депортации чеченцев и ингушей в Казахстан. С 23 февраля по 7 марта 1944 года из родных мест по решению Сталина силы НКВД насильно выселили более полумиллиона человек, а сама Чечено-Ингушская СССР была ликвидирована. Предлог, якобы массовое, в среде чеченцев и ингушей сотрудничество с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Ложные и несправедливые обвинения, характерные для того времени. Уже спустя 13 лет переселенцы вернутся домой. Официальная реабилитация. Но для многих запоздала, ведь далеко не все депортированные изгнания смогли пережить. Жертвы тех трагических событий поделились воспоминаниями с нашим корреспондентом Алексеем Барановым. При депортации одни прятали, полностью закапывали землю, если он успевал делать, прятали, уходили. И находили их в определенные, через 13 лет у нас было. Родная земля, рассказывает нам Али, сохранила многое. Он прекрасно помнит день возвращения из депортации. Тогда односельчане первым делом выкапывали спрятанные семейные реликвии. Этот пошитый более 150 лет назад башлык – одна из них. Этот материал считался царским бастоном. Люди какая моль не трогают, у меня не есть ничего. Ну а это само шитье – это, в общем, башлык. Она в непогоду, и в погоду она одевалась. Али хорошо помнит и те февральские дни 44-го года, когда всего за две недели из Чеченной Ингушетии в Среднюю Азию отправили почти 200 эшелонов с людьми. Когда эшелоны проносились рядом с нами, я никогда этого не забуду, вот этот крич такой. Есть ли у вас, среди вас из Аргуна, люди из Аргуна? Вот так люди находили друг друга. Чеченцев и ингушей – два горских народа, столетиями живших вместе, вместе и депортировали. Уже в конце Великой Отечественной войны, на фронтах которой, защищая родину, погибли тысячи и тысячи сыновей Чеченной Ингушетии, многие из которых стали героями Советского Союза. Среди них – командир кавалерийского полка, чеченец Мавли Твисаитов, участник знаменитого первого советско-американского рукопожатия при встрече на Эльбе. И последний защитник Брестской крепости – старший лейтенант, ингуш Умат-Гирей Барханоев. Переживший депортацию, хож Ахмед Кадыров рассказывает нам об удивительной сплоченности, которая тогда помогала выжить. Ингуши и чеченцы называем друг друга вайнахи, то есть свои люди. Это говорит о многом. Это говорит о том, что мы делили все, что у нас было, делили всем, что есть. Глава Чеченской республики, отец которого, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, сам родился в годы изгнания в Казахстане, помнит рассказы старейшин. Рамзан Кадыров уверен, что вековое горское единство чеченцев и ингушей стало по-настоящему нерушимым именно в годы депортации. В то тяжелейшее время, рассказывает нам, как раз и зародилось добрососедство, принципы которого непоколебимы и сегодня. Все объединились, помогали друг другу, сплоченность спасла. Когда не было даже кусочек хлеба для своей семьи, все равно переживали за соседа, за ингуша, за чеченца, не имеет значения. Когда ребенок плакал, просил еду, вот наши деды, как они успокаивали своих детей, они варили камни в кастрюлях и говорили, что мясо варят, что вот-вот будет еда, успокойтесь. До того, что на дорогах, прямо в вагонах умирали, не давали хоронить, выбрасывали на пути. Чеченцы, ингушицы, мои братья, что бы ни говорил, это единственная наша сила, и это единственные два народа, так близки, похожие языки, обычаи, традиции, религии. Большинство чеченцев и ингушей, которых насильно увозили из родных домов в неизвестность, в день депортации, абсолютно точно впервые увидели железную дорогу, впервые услышали гудок паровоза и впервые зашли вот в такие деревянные вагоны, которые на долгие 18 дней стали домом на колесах для тысячи тысяч стариков, женщин и детей. В такой вагон для перевозки скота загоняли до 100 человек. Несколько тысяч чеченцев и ингушей, в первую очередь старики и дети, не выдержав голода и сильных морозов, умерли в пути. Эта дорога, рассказывает нам ингуш Бамат-Гирей, снится ему до сих пор. Чем дальше едешь, тем страшнее пристанционные картины от впереди идущих составов. Лежат на стеклу трупы, там всякие всячины, загаженные места. В общем, страшно было смотреть. Коренные сибиряки, русские, в Казахстане, в Сибири, исключительно благосклонно относились к переселенцам. Один из завскладов, уходя домой, закрывая склад, клал ключи под дверь и отцу говорил, открывай, возьми столько-столько-столько продукции и спасай людей. И это, конечно, никогда не будет забыто. Истории переживших депортацию передаются из поколения в поколение и в Чеченской республике, и в Ингушетии. Юнусбек Евкуров рассказывает нам о своих долгих беседах с отцом, который навсегда запомнил лица старейшин, большинство из которых понимали, что, скорее всего, родные дома они больше так никогда и не увидят. Именно благодаря старикам выдержали испытания, не сломались. Но уже там на месте и ингуши, и старики, уже пожилые старики, потому что молодые, все были на фронте, в своем большинстве. Они, общаясь, разговаривая между собой, договаривались так, чтобы сохранить свое единство, свою целостность, свою религию, свои традиции, обычаи. Еще больше там укрепили вот эти братские связи. И сегодня даже любые между нами спорные какие-то вопросы, которые возникают, всегда мы вспоминаем наших предков, говорим память о наших предках, которые пережили страшную страну. Мы должны, наоборот, еще крепче дружить и жить как братья. И народы, так и не сломленные, пожалуй, самые жестокые в советское время депортации, продолжают жить как добрые соседи. Здесь прекрасно понимают, этот один из самых страшных периодов общей истории, только еще больше роднит эти два войнахских народа. Алексей Баранов, Тимур Алтенбаев, Адам Чепанов, Денито Тарханов. Вести недели. Чеченская республика. Ингушетия. Тимур Алтенбаев. Ингушетия. 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 Инг